Гид по рабочим профессиям, министр образования Челябинской области, на один день стал экскурсоводом. Александр Кузнецов лично презентовал коллегам из других министерств площадки чемпионата WorldSkills. Что удивило министра культуры и почему глава регионального спорта вспомнил детство, знает Маргарита Хижняк. На этих стендах и в этих помещениях были в прошлом году воспитаны чемпионы мира. Министры слушают гида, раскрыв рты. Их руководители ведомств еще ни разу не были на площадках чемпионата профессии WorldSkills в таком составе. Семь министров на квадратный метр. Сегодня им предстоит посмотреть на состязания сразу шести различных компетенций. Причем за звание лучших бьются специалисты всей страны. Первой точкой экскурсии стала новая для Южного Урала площадка полимеханика. Здесь юные токари делают не только вот такие вот детали, но и собирают их в узел. Например, сегодня заданием было сделать автоматическую точилку для карандашей. И все это за считанные часы. Эксперты площадки с гордостью заверяют. Студент с таким навыком уже не просто рядовой технолог, а почти инженер. На Южном Урале проходит пятый региональный чемпионат молодые профессионалы. Специалисты на скорость соревнуются в своих умениях. Экскурсию по площадкам проводит сам министр образования и науки области Александр Кузнецов. У многих впечатление еще, что система профессионального технического образования, как мы сейчас говорим, система среднего профессионального образования, это нечто такое, знаете, старое, пыльное, обветшавое. На самом деле это сейчас очень интенсивно развивающееся направление в системе образования. Среди приглашенных гостей начальник управления по труду и занятости, министр дорожного хозяйства, представители министерств экономического развития и общественной безопасности. И пришли не просто из праздного любопытства. Каждого чиновника интересует свое. Например, новый глава Минсельхоза Алексей Кобылин спрашивает, делают ли студенты детали на отечественные комбайны. А министр культуры вообще называет работу фрезеровщика творческой. На самом деле это не просто рабочие какие-то отношения или элементы, это искусство. Вообще я увидел очень много искусства в их работе, в их движениях, в их подходе к выполнению заданий. Так что мне очень понравилось. А министр спорта Леонид Одер при виде раритетных токарных станков вспомнил детство. Говорит, сам учился в школе на таких. Я когда зашел, и мне вот этот запах станков, особенно эти фрезеры, токарные станки, мне настолько пораздел. И мой отец, он в свое время, в 41-42 году, стоял под открытым небом в 13-14 лет на открытых станках. Я его сфотографировал, отправлюсь, покажу. Это порадуется, что здесь со современной молодежью. На базе механико-технологического техникума задания выполняют представители рабочих специальностей. Так, токарям и слесарям необходимо запрограммировать станок на выполнение нужной детали. Электрикам предстоит сделать монтаж щитка с подключением всех проводов. И запрограммировать осветительные приборы на поочередное включение. Но самое сложное, это поиск неисправностей в схеме управления насосной станцией. Там, говорят эксперты, все как в реальной жизни. Произошел какой-то обрыв, короткое замыкание, что-то еще. Открываем шкаф, на нем ничего не видно. И вот необходимо просто найти. В обычной жизни на это может уйти день, два участника надо сделать это за час. Всего в пятом региональном чемпионате молодых профессионалов участвуют 280 школьников и студентов от 12 до 20 лет. Это самые масштабные за всю историю проведения состязания. Задания проходят на пяти площадках. По две в Челябинске и Магнитогорске и одна в Аргайше. Соревнуются специалисты Озерска, Златоуста, Миаса и Трехгорного, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Победители выберут на финале соревнований уже 9 февраля. Они и поедут защищать честь Челябинской области в августе этого года в Южно-Сахалинск на национальный чемпионат. Отмечу, что в прошлом году южноуральцы в составе сборной России стали лидерами мирового чемпионата WorldSkills в Абудабе. А челябинец-вепроцработчик Константин Ларин стал лучшим представителем команды и даже получил предложение работы от Росатома. Маргарита Хижняк, Леонид Новожилов, ОТВ